КОНЕЦ Представьте себе, что в Большом драматическом театре однажды у нас выключит свет за неуплату. У нас снимут нас со снабжения теплом. Я уж не говорю о том, что по заработной плате мы, скажем, в сентябре месяце получили только 35% от необходимого. Это учитывая то, что средняя заработная плата артистов нашего театра составляет около 300 тысяч рублей. Вы понимаете, какая это зарплата мизерная, и никаких накоплений у людей нет. Так что если завтра им не заплатят хоть какие-то деньги, то люди просто будут голодать. Творится что-то совершенно немыслимое. Повторяю, что мы будем стремиться изо всех сил и до последнего, как говорят, дыхания делать все для того, чтобы театр, большой драматический в частности, я за него отвечаю, чтобы он работал, чтобы он выпускал новые премьеры. Хотя это чрезвычайно трудно, как вы понимаете, потому что ни одной копейки нам на новые спектакли не дается. Мы вынуждены где-то искать. Слава Богу, мы создали в свое время фонд поддержки большого драматического театра, в котором собрались замечательные люди, которые действительно истинно любят театр, любят именно наш театр. И эти организации, и частные лица, они в какой-то мере помогают нам переживать это тяжелейшее время. Но в то же время до сих пор не существует закона, который бы давал какие-то льготы на пожертвования фонды культуры, на развитие культуры, на поддержание культуры. То есть обкладывают со всех сторон, понимаете. Мы сами не можем тоже, оказывается, находить деньги, потому что за это дерут дикие налоги. Хотя никто у нас, так сказать, в карман эти деньги не берет, и обогащению никого из нас не служит. Но если, скажем, таких вещей не будет уже, как тепла и электроэнергии, то тогда, конечно, мы вынуждены будем повесить замок на театр. Значит, труппа, что за этим может быть? Труппа, конечно, разбежится. Каждый начнет искать себе место под солнцем, где он сможет что-то заработать. Это будет просто невосполнимый урон, потому что труппа, которая коллекционировалась еще Георгием Александровичем в течение 33 лет. Она является гордостью российского театра. И такая труппа, в которой выросли такие великие артисты, как Смоктуновский, как замечательные артисты Доронина, Юрский, Борисов, которых сейчас нет уже в театре, а некоторых и вообще среди нас. Но, тем не менее, в нашей труппе есть замечательные, всемирно известные актеры. Это и Лебедев, это Басилашвили, это Фрейндлих. Можно перечислять очень много. И у нас много талантливой молодежи, у нас замечательные актеры среднего поколения. То есть у театра есть уже устойчивая такая репутация, которая доказана каждыми, скажем, нашими гастролями, не только по России, но и за границей. Театр пользуется огромным уважением, огромным авторитетом. И если все это в один несчастный день будет ликвидировано, то, мне кажется, это будет достаточно ощутимая потеря для российского театрального искусства вообще. Все мои мысли связаны только с театром. Как театру выжить, как театру уцелеть. Я надеюсь, все-таки надеюсь, что наши слова, наши призывы дойдут до правительства, до Министерства финансов, которые поймут, что, так сказать, печальная слава на них останется, если во время их правления российская культура лишится таких всемирно известных коллективов. Ну, а что я лично? Я не перестаю об этом везде говорить и встречаться. У меня каждый день начинается вот здесь вот, начинается с того, что я начинаю звонить туда-сюда, начинаю ходить, просить, вымаливать. Но, понимаете, это очень... Если бы мы могли независимо от государственных органов существовать, так неужели вы думаете, что мы бы пошли? Но наших сборов, которые мы получаем, потому что билеты у нас достаточно дешевые, а дешевые они не потому, что мы, так сказать, себя мало ценим, а потому что тот основной зритель, который многие десятилетия уже заполняет наш зрительный зал, как правило, это все люди с небольшими достатками. И если мы вдруг повысим, резко повысим цены на билеты, то мы лишим наших зрителей, наших верных друзей, которые к нам приходят, мы лишим их возможности бывать в театре хотя бы раз в месяц. Мы не можем на это пойти. А наших доходов, так называемых, которые мы получаем вот от сборов в зрительном зале, нам не хватает даже на заработную плату. Поэтому тут положение совершенно, так сказать, безвыходное. Но все-таки я повторяю, что я верю, что здравый смысл восторжествует. Нам не надо, мы никаких, так сказать, себе роскошных условий жизни мы не пытаемся приобрести. Мы просто просим минимально того, что необходимо для того, чтобы театр остался жив и существовал. Я сейчас ничего не репетирую. Я занят только вот проблемами театра. Я надеюсь, что придет то время, когда у нас будут какие-то минимальные возможности для работы, и новый режиссер, который придет в наш театр, предложит мне какую-нибудь роль, от которой я никогда не откажусь и с удовольствием буду играть. Вот эти вот все передряги, все эти дни, все эти месяцы, которыми я занимаюсь, вот этими проблемами, просто уже я, наверное, и не смог бы репетировать, потому что голова занята все время другим. А если ты работаешь над ролью, вы знаете, это надо 24 часа в сутки думать об этом и работать по-настоящему. А у меня сейчас такой возможности нет. Я отсюда не ухожу. Я здесь прихожу утром, вот здесь немножко прикурнув, в середине дня и вечером опять-таки. КОНЕЦ КОНЕЦ